МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я получил в основе самое дорогое, это аренда. Шесть тысяч в месяц. Но зимой вес отопления за прошлый год было 25 тысяч. Просто пиздец. Дамы и господа, добрый вечер. Из студии телеканала, общественного телеканала Фейс СТВ. Приветствую я вас, Рустам Руджалиев, журналист. И хочу вам представить сегодняшнего гостя. Это самый молодой депутат парламента Республики Молдова, представитель партии Действия и Солидарность, господин Евгений Сенкевич. Женя, добро пожаловать на Фейс СТВ. Спасибо. Спасибо, что вы откликнулись на наше предложение. Потому что до настоящего момента, если мне не изменяет память, склероза у меня нет, то никто из правящей коалиции, либо, как у вас сейчас, к нам никогда не приходил. Это были отдельные депутаты, но, скорее всего, те, которые были уже в оппозиции. То есть обычные депутаты, когда находятся в парламенте, они считают ниже своего достоинства. В большинстве своем приходите, особенно на те телеканалы, которые задают не совсем удобные вопросы. Евгений, значит, я бы хотел для начала узнать вашу историю. Насколько я знаю, фамилия у вас абсолютно не молдавская, как и у меня. Расскажите, пожалуйста, кто ваши родители, где вы родились и выросли, где вы учитесь или учились, и как вы попали в парламент. Да, моя фамилия Сенькевич, не молдавская. Моя мама родилась в Украине, но она молдаванка. И отец родился в России, он тоже молдаван. Ага. Но все равно, да, у меня очень такое, разные, разные, с разных частей земли моего, мои ансестри. Они, что вам рассказать? Предки, ну, по-моему, мы обсудили. По поводу вашего, вы родились в Кишиневе? Да, родился в Кишиневе. Выросли здесь, да? Вырос здесь. Вы учитесь где-то в высшее образование? Да, да, я сейчас, сейчас я учусь в Сенспо Парис. Это школа, которая, в Пари, во Франции, она считается одной из лучших по политическим наукам. Я там изучаю политические науки и немножко конституционного права. Я президент молодежной организации партии ПАС. И самый молодой парламент. И самый молодой депутат. Жень, а как вы попали вообще? Что повлияло на вас выбрать именно партию действий и солидарность? У нас 60 с чем-то, около 70 партий. Вы пришли в ПАС, когда они не были ни у власти, нигде абсолютно. Для меня самый важный аспект был, во-первых, их было два. Во-первых, Майя Санду как лидер. Мне она показалась лидером очень стойким, для которых ценности превыше всего. Потому что ей, когда предложили быть преминистром, она не просто согласилась, как все, чтобы просто быть где-то главной. Но она выдвинула требования до того, чтобы быть преминистром. Мне показалось, что это очень стойко. И я был уверен, что в нее можно доверять. Она сильная личность вообще. Это самая сильная личность, которую я знаю. Я думаю, что такие люди, как Майя Санда, рождаются не часто. Раз в столетие, может быть. Я думаю, что такие люди, как Майя Санда, очень редкие во всем. Какие качества в ней вам симпатизируют? Для нее ценности, это не просто слова, которые она идет на передачу, там говорят, интегритати, лупта, коррупция. Она этим живет. Вот если ты просто с ней хочешь, просто разговариваешь лично, она этим живет. Она живет, вся цель ее жизни, это сделать жизнь в Молдове лучше. И она это делает не только с 9 до 5, и потом идет домой. Она это делает 24 из 24. И она всегда, для нее ценности в любом вопросе превыше всего. То есть, этот человек полностью соответствует вашему видению лидера. Да. Да, понял. Хорошо, Евгений, а хочу вас спросить, мне говорили, что вы вообще русскоязычный. Да, моя семья русскоязычная. Я вырос, говоря по-русски, но меня отдали в румынскую школу. Здесь в Кишиневе? Да, здесь в Кишиневе я уже потом... Сложно было? Да, да, да. Первые годы было просто страшно. Я помню, я плакал и умолял родителей отдать меня в русскую школу, но они все-таки сказали, что идти в румынскую. И сейчас, конечно, я благодарю родителям, потому что я и румынский, и русский знаю. Но вижу, у вас все-таки какие-то проблемы с общением на русском есть. Есть. Какая-то сложность, да? То есть, нахождение в румынской среде, в своей румыноязычной среде. Да. Хорошо. Жень, вот на днях вы выступили, на прошлой неделе, если меня не изменяет память, вы выступили с законодательной инициативой принятия определенного закона, законодательного акта, о предотвращении или недопустимости травли в школах. Что это за закон, как он будет работать, как вы собираетесь его применять и так далее. Да, сейчас у нас есть небольшая проблема в Молдове, и это проблема санатати ментала, здоровья психологического нашего общества. Мы слишком мало внимания этому даем, и если у нас есть много детей, которые, например, родители уехали за границу, или другие есть проблемы, они сталкиваются с большими проблемами, например, даже та же бедность. И когда у тебя большие есть собственные проблемы, ты пытаешься это как-то внешне, хотя не хотя, проявить. И иногда дети в школе особенно, свои проблемы, они хотят себя возвысить, как других унижают. И это называется трапля, буллинг по-английски и по универсальному термину. И это обозначает, что у перевода на метод детей на некоторое время... У определенное количество времени, да? Да. Постоянно человека унижать, либо вербально, либо физически. С словами физически и так далее, да? Это ваша личная законодательная инициатива? Это моя общая инициатива с другим депутатом, Анжела Пожога, она долгое время занимается в этом вопросе. Как будет применяться этот закон? Что он, вот примерно, допустим, вы узнали о случае, или кто-то там узнал о случае травли определенного учащегося в какой-то школе. Да, вот самая большая проблема с этим, с травмом, это то, что люди не знают, что это такое, и что с этим делать. Вот в школе... Это всегда было, в советской войне тоже было. Да, да, я знаю. И я в школе видел, и во всех школах одни... Все это было всегда. Но проблема в том, что... И были опросы общества, которые показали, что каждый четвертый ученик Молдовы сказал, что в его школе с людьми, которые более виолентны, которые бьют других, ничего не происходит. И эта проблема в том, что администрации школы, учителя школы, они не знают, что делать в таких ситуациях. Они не принимают никаких мер, потому что не знают, как себя вести в этой ситуации. Да, вот именно. Они не знают, как себя вести. Что предлагает закон? Сейчас мы, как мы в законодательстве, ввели термин. Это первый только шаг. Мы вначале признали проблему. И следующий пас будет... Следующий шаг. Без рекламы, да. Следующий шаг уже будет за правительством, чтобы они сделали методологию, как мы будем с этим бороться. Ну вот как вы себе видите вообще, как вы себе представляете? У вас есть представление? Да. Представление следующее. Что сейчас, если ученик пойдет и скажет, что его травят, ничего с ним, наверное, не происходит. То есть если вам пожалуются, это... Первый шаг – это то, чтобы мы всех информировали. Во-первых, всех директоров, всех учителей, психологов в школе, чтобы они знали, что это такое. Чтобы будут проводиться тренинги. Да. Чтобы понять, что надо принимать действия к таким... Да. И потом мы им дадим методологию. Например, вот если один ученик избивает другого, и один раз ты его предупредил, и он не остановился, его, например, нужно исключить. Или нужно, ну, или не исключить, а какие-нибудь меры мы им дадим. И после этого у школы будет своих всякий гид, и они будут знать, как себя вести в таком случае. Хорошо. Ну, примерно, что это будет как-то? Есть уже какие-то наметки? Как это будет выглядеть? Что будет делать с этим человеком? Я не знаю, принимать ему какие-то административные санкции к родителям? Либо посылать его на какие-то курсы, я не знаю, к психологу вести и так далее, и так далее. Дать ему понять, что так себя вести нельзя и так далее. В Румынии они, в Румынии тоже так произошло. В начале парламент ввел термин, и потом правительство с Министерством образования сделало методологию, которая, там, где-то 200 страниц этой методологии, которая все очень детально объясняет, что нужно делать. И это важно, чтобы эту методологию делали, сделало Министерство образования. И я, и мы, как депутаты, будем вовлечены в процесс, но это настолько просто не происходит. То есть это сложный процесс? Это сложный процесс, и мы будем и консультировать его, и с учениками, и с учителями, и потом уже, когда у нас будет методология, будет легче. Женя, я надеюсь, что вы осознаете, что здесь очень тонкая материя, и что надо будет привлекать, наверное, я не уверен, что в Республике Молдова и есть такие специалисты. Видимо, какие-то консультации будут и с опытными людьми. Хорошо, идем дальше. У меня есть свои вопросы, вопросы от телезрителей. Так, да, по поводу травли, Евгений, вот что мне хотелось у вас спросить. Значит, у нас на сегодняшний день есть очень дикая травля, которая оказывает, значит, травля одних граждан другими. Вот я вам привезу пример. Карабинерам запрещено эвакуировать, не эвакуировать, выбрасывать, грубо говоря, так прямо говорю по-простонародному, выбрасывать людей из троллейбуса, если они не носят маски. Значит, троллейбус останавливается, и что происходит? Троллейбус не идет, люди все торопятся, и начинается травля пассажирами, всеми пассажирами того одного пассажира, который не надел маску или не хочет ее надевать. Как вот понять, что делать в данной ситуации? Ведь это, вы представьте себе, в троллейбусе, да, пусть там 50-60 человек, и все набрасываются до одного. Этих видео по интернету гуляет сотни. Набрасываются и начинают оскорблять, унижать, даже принимать физическую силу. Это тоже травля, может быть, надо как-то пересмотреть это дело? Нет, ну, значит, проблема здесь в том, что мы, молдавское общество, огромное количество людей, к сожалению, сейчас не понимают все риски, связанные с ковидом. Можно просто провести экскурсию, можем камеры пойти вместе, показать людям, что происходит в больницах. Как наши люди умирают? Просто потому, что мы, как общество, с образованием не очень серьезно относились в последние 30 лет. Но это не вина общества, это вина властей, которые 30 лет закрывали школы, изгоняли учителей, заставляли их уезжать за границу, чтобы они имели достойную зарплату и так далее. Вы же понимаете, что... Проблема в том, что общество обворовывали, проблема в том, что школы закрывали, это потому, что люди уезжали. Потому, что уезжали, да, то есть материальное состояние. Люди уезжали, потому что страну обворовывали. И поэтому у нас образование 30 лет было, какое оно есть. Люди сейчас, не то, что они... Люди вместо того, чтобы понимать, как работают институты, государства, как работает наша биология, как работает химия, как работают вакцины, они себе придумывают там Билл Гейтса, чипы. И из-за этого они умирают, к сожалению. И сейчас что нам делать? Да, я понимаю. Но дело в том, что мне кажется, что все-таки этим должно заниматься Министерство здравоохранения. Объяснять людям, рассказывать, доказывать, показывать на примере. Но как могут люди поверить в то, что нужно вакцинироваться или нужно носить маску, когда мы видим министра, которого усадила в министерское кресло. Партия ПАСС госпожу Аллу Немиренко, которая на передаче «Радио Свободы» говорит, что маску я не ношу, она вообще не имеет практически никакого действия, очень мало, у меня даже дома нет этой маски. А сегодня она уже выходит и говорит совсем обратные вещи, и говорит, что маску надо носить везде, где только, и даже в постели спать с этой маской. Как вы, как вы, вот, потом, посмотрите, Игорь Николаевич долгое время не носил нигде маску. Госпожа Думбровяну ее засняли в супермаркете в разгар пандемии без масок и без перчаток. Господин Кику устроил в разгар пандемии, когда всем запрещали, устроил свадьбу с сыном, и потом говорил, что это маленький семейный между собойчик. Правительство обесценило, само правительство по себе и отдельные его члены, в том числе и члены вашей партии, обесценили эту проблему, дискредитировали собственное мнение, свою позицию. И как сейчас обратно компенсировать? Что нужно делать? Как вы считаете? Вообще этот вопрос поднимается? То, что вот эти вот, мы увидели вчера, позавчера, как отряды ПАС пошли, и прямо по улице людям делали укол, это выглядит просто кощунственно, и это катастрофа. Так, начнем. Я тоже был, я тоже хотел себе в этом. И это и роль государства, и роль нашей, я лично, я лично ходил по селам молдавским. Тоже вы так ловили людей, делали им вакцины? Нет, мы не ловили людей, делали им вакцины. Вы занимались развесительной работой? Мы объясняли людям. И я ходил, уши ловуши, и рассказывал, почему нужно вакцинироваться. Какова была реакция людей? Ну, мы, некоторых людей мы смогли убедить, некоторые еще думали о своих конспирологических теориях и не могли. Но в целом я согласен, что государство, там, Думбровяну, Кику, сделало слишком мало, дискредитировало идею вакцинации. Про Немиренко я вам могу сказать, что это самый главный профессионал здравоохранения, который у нас есть сейчас в Молдовии. Она, я не знаю, когда вы видели интервью. Да, есть, я могу вам прислать, я могу прислать. Это видела вся страна. Да, я знаю, что она, я с ней лично знаком, всегда, когда мы с ней видимся, она мне говорит, носи правильно маску, например, или одень маску. И она очень большой сторонник вакцинации. И она из всех экспертов по здравоохранению в Молдовии, она лучше. И она это показывает сейчас, как идет работа по менеджменту на ситуацию ковид. Ситуация, которая у нас сейчас, не очень легкая, потому что никак мы не остановимся. Скажем, что она тяжелая, очень тяжелая. Посмотрите, я разговаривал недавно с главным врачом больницы скорой помощи, но это было около полумесяца назад. Он сказал, что у них 76 мест, люди лежат в реанимации, да, и он сказал, что процентов 30 из этих людей выживут. То есть ситуация печальная, тяжелая и трагическая. И я считаю, что, скажу вам небольшой секрет, открою, может быть там в парламенте это не видно, но популярность и авторитет госпожи Немиленко, он никакой. Это я вам передаю от народа, лично вам, чтобы вы слышали. Авторитет у нее никакой, там, я не знаю, все эти проблемы с дипломом ее и так далее, но ее вот второе пришествие в кресло министра здравоохранения, оно, мне кажется, не увенчалось успехом. Люди разочарованы, люди не доверяют, и люди, скажу откровенно, ее не уважают. Ну, а почему, вот что именно это мотивирует? Спрашивайте людей, пообщайтесь с народом, с избирателями. Просто если... Наверное, есть причины на это. Ну, я не знаю, я тоже могу сказать, например, что вот я не доверяю тому, но я хочу понять причину, потому что все действия, которые были приняты госпожой Немиленко с начала ее мандата, были действия правильные, были действия, которые она должна была сделать, чтобы мы смогли закончить пандемию. Но и здесь еще есть одно важное. Поставили бы мы, не знаю, Иисуса или самого святого, самого главного менеджера всей планеты, министра здравоохранения, пока люди не будут вакцинироваться, пандемия не закончится. Как бы мы этого не хотели, что бы мы ни делали, пока люди не принят личное решение осознанно вакцинироваться, пандемия не остановится. Окей, Евгений, давайте я вам приведу пример Израиля, где находится мой родственник. Там 90%, по-моему, если я не ошибаюсь, 87-90% населения вакцинировано. И тем не менее, статистика там ужасающая. Там в день до 3000 новых заражений. Там тоже есть и интубированные и так далее, и так далее. То есть непонятно. Но опять же, врачи говорят о том, что, понимаете, это новый штамм и так далее, и так далее. Так так можно до бесконечности. Зачем тогда нужно... Я не понимаю, честное слово. Давайте скажем так. Мы, как люди, как человечество, видели много болячек. Много вирусов и пандемий за всю историю. Пандемии и вирусам не интересно наше мнение. Они не спрашивают нас, можно мы вас еще поубиваем или нет? У вас вакцина тогда мы... Вирусы не работают так, как мы хотим. И вирусы за историю убивали миллионы людей. И сотни миллионов. И сотни миллионов людей умирали из-за разных вирусов. И вирусы не останавливаются, пока не их не... Скопул... Их основная цель. Вируса, это прожить немножко в твоем теле, чтобы ты передал болезнь другому, и потом тебя убить, чтобы они выжили. Умные существа такие, смарт. И поэтому то, что мы вакцинируем два раза, мы не должны ничего никому доказывать. Мы должны сделать что-нибудь так, чтобы остановить пандемию. Мы, как человечество, смогли полимелит остановить. И много остальных болячек... Да, мы делали прививки в школе. Много остальных болячек мы смогли остановить вакциной. И мы должны быть очень благодарны людей науки, что сейчас у нас не умирают два миллиона людей в год, как умирали от полимелита. Мы должны быть благодарны людей наукам. И сейчас они сделали вакцину от ковида, которая спасает огромное количество людей. И то, что мы не будем вакцинироваться, это сделает нам хуже. Даже если, давайте такой пример. Если мы будем в машине ехать куда-то, и по огромной скорости в нас вредит другая машина. Если у нас есть ремень безопасности, то это не значит, что мы будем целы и невредимы. Может быть, если скорость будет большая, либо мы можем, может быть, нам рука сломается, но может быть, мы не умрем. А может быть, и умрем, но шансы будет больше. То есть, вакцинация это в какой-то степени ремень безопасности, который не гарантирует тебе 100%, но в какой-то степени тебя. Логично, хорошо. Но я вам все-таки хочу сказать, что не любят люди, министр здравоохранения вашего. Я хочу, чтобы мы поговорили с людьми, спросили, что их конкретно. Зайдите на страницу FaceS TV, посмотрите вчерашний лайф, и вы получите целый спектр негатива, как относится общество. Вот посмотрю, и я вам скину линк, и если у вас будет возможность, передайте от моего имени госпожи Немиренко приглашение в студию FaceS TV. Скажите, что мы хотим поговорить с ней. Пусть она, может быть, ей удастся и судьи общественного телеканала объяснить, достучаться до людей. Может, у нее хватит аргументов все-таки убедить людей делать вакцинацию. Я бы очень хотел, я вас очень прошу, поговорите про вас с ней, раз в хороших отношениях. По поводу Министерства внутренних тел. Вот это инициатива МВД запретить снимать полицейских, запретить приближаться к ним на 2 метра, запретить подсвечивать им отдельные места, чуть не указали в скобочках интимные или какие места, запретить их фотографировать, проводить аудиозаписи. Что это такое? Это была инициатива. Не правительство. Это была инициатива даже не министра. А чья? Это была инициатива одного из рабочих министерств, которая была просто как идея, ее предоставили. Потом было заседание секретарь дистанции. Госсекретарей было заседание, где эта идея не прошла. Значит, эта идея не прошла даже нулевого этапа, ее сразу отклоняли. Поэтому министр знал об этой идее, об этой инициативе? Когда эта инициатива пришла до министра, конечно, министр сказал, что нет, такого не может быть. Почему госпожа Ревенко не выступила, не вышла в лайф, не выступила нигде и не сказала? Посмотрите, до какого накала достигло общество. Все плюются, все возмущены и требуют отставки министра внутренних дел. Я не чувствовал такого, что требуют отставки. Вы слишком высоко сидите. Нет, нет, ну просто потому что, если бы такой закон реально бы существовал, тогда да, тогда бы министр заслуживал бы какой-то критики. Но так как эта идея просто ушла с первой... То есть она не будет? Нет, нет, ее нет. А вообще, кто это предложил? Это нужно спросить. Ну мы уже увидели готовый документ, который якобы передали в парламент на рассмотрение и сказали, что сначала, или в правительство, что сначала его должен утвердить правительство, потом парламент и потом, если подпишет президент. Слушайте, вот давайте я вам кое-что так объясню. Есть, например, есть и парламент, который огромная институция, есть министерства, в которых работает там тысяча людей. И они между собой имеют разные разговоры и идеи, которые может быть... Обсуждали, да, определенные. И огромное большинство инициатив, которые происходят, неважно откуда, огромное большинство просто умирают как идеи. И это нормально. Даже и положительные. Ну, если есть какая-то идея, она может пройти, может не пройти. Большинство не проходит. И поэтому, если была плохая идея, наша роль, как правительство, плохие идеи не принимает. То, что они появятся, вот любой может прийти с какой-то идеей, это еще не значит ничего. То реакция правительства, мне показалось, правильная. Правительство на первом же этапе отклонило идею и сказало, что она не пойдет. 5 ноября ГИБ пригласил всех желающих на обсуждение данного вопроса. Вы говорите, что она уже была отклонена. Вот давайте, я сейчас работаю над своими собственными проектами закона. И эта работа над этим имеет больше, много этапов. Например, я хочу сделать так, чтобы ученики в школах могли легче выбирать между дисциплинами, чтобы не учились все, например, 13, а учили несколько, но хорошо. И вот это моя, например, инициатива. И может быть она хорошая, а может быть не хорошая. Значит, на первом этапе, что я сделаю, это я делаю консультации с людьми. Если мне люди говорят, что чем ты занимаешься, нам это даже не интересно, иди занимайся чем-то другим, то я пойму и остановлюсь. Если люди говорят, да, это важная проблема, вот мы здесь имеем проблемы, здесь, то я буду этой проблемой заниматься. То есть, это нормально. Вы прислушиваетесь к общественному мнению? Абсолютно. И так должно и происходить. Так с чем же связаны тогда дебаты, не дебаты, а обсуждения в ГИПе тогда 5 ноября, если эта инициатива была уже отменена? Так эта инициатива отменена? Ну вот ГИП проводит 5 числа консультации по этому вопросу. Да, я даже буду проверить. Я знаю, что эту инициативу отклонили. Может быть после того, как пошла волна возлучения? Нет, но эту инициативу нет. В ноября в ГИПе проходит обсуждение инициативы в Министерстве внутренних дел по запроекту фотографий, да? Я проверю, но я знаю, что... Я могу тебе сказать, что это... Хорошо, скиньте, я знаю, что ее сразу отменили. И... Да, я знаю, что ее сразу отменили. До того, как ее отменили, потом где-то появилась фотография, и потом общество взорвало. Уже когда это давно была отменена, эта инициатива. Тогда посмотрите, что это за консультация непонятная, если все отменено. Жени, скажите, пожалуйста, пожалуйста, через 8 дней будет 100 дней правительства Натальи Гаврилица и 100 дней нового министра внутренних дел госпожа Анна Ревенко. Какие реформы и какие изменения удалось осуществить в Министерстве внутренних дел? Я, к сожалению, своему или стыду, не знаю, не услышал никаких сенсационных заявлений о том, что была прикрыта какая-то коррупционная схема, что были арестованы определенные полицейские чины, которые в этих схемах принимали участие, разоблачены определенные бандиты в погонах, так скажем. Все как будто все, ничего не меняется, все работают на своих местах, как говорится по-румейски. Все продолжается. Давайте я вам дам такую аллегорию. Ну или не аллегорию, но смотрите, вот если, например, какого-то хорошего человека поставить... Хорошего человека не из вами не будет, или просто хорошего человека? Ну, хорошего, ну, самого лучшего менеджера в мире, с самыми лучшими намерами. Его поставишь главой какой-то большой институции, тысячи людей. Хороший человек один, и под ним институция с тысячами подчиненных, которые между собой у них есть свои там истории. И процесс чистки снутри очень-очень сложный. Его, чтобы произвести, нужно много сделать работы и системных изменений. То, что они арестовывали полицейских. Мы должны сейчас иметь хорошую юстицию, во-первых, и прокуратуру. Потому что они должны заниматься тем, чтобы воры и бандиты сидели... Я прошу прощения, но в структуре Министерства внутренних дел есть служба собственной безопасности. Да, и она работает. Которая насчитывает более ста человек. Да, и она работает. Где же результат? Были, были, не знаю, как вы не слышали, но уже были где-то пять, если я не понимаю. Было много уже сотрудников полиции, были. Некоторые отстроенены, некоторые уже на них есть уголовные. Он подал демиссию, если я не ошибаюсь. Да, он подал отставку. Но, наверное, не просто так. Ну, Женя не комментирует. Просто, понимаете, Женя, люди устали от всего. Я согласен. Люди не хотят жить через 20 лет. Жизнь проходит. У нас 30 лет было украдено из жизни. 30 лет. И мы опять сидеть, ждать 4 года и разочароваться в пассе. Нет, но, слушайте, давайте так. Если за 30 лет все эти институты, они уже из корней проблемы, прогниты. Сейчас мы только пришли к власти. И приняли все эти институты. И чтобы их прореформировать, изнутри это длится время. Есть действующий уголовный кодекс. Что мешает его применить? А что помешало Бердиле отменить выборы? Вот о Бердиле мы тоже поговорим. Но тогда пожелаем. Вот закон есть, а что им мешало? Мешало в том, что у нее были интересы, она была коррумпирована. И сейчас проблема в том, что у нас и в прокуроре, и в сектору джистиции, пока что у них были шансы реформироваться изнутри огромное количество времени. Когда у нас институты начнут работать? Они ездят на Porsche за 500 евро, на Mercedes за 200. И прекрасно себя чувствуют. Вы подошли сами из отдела и затронули тему Бердила. Я считаю, что это вопиющий случай. Человек, который отменил голосование, прямое голосование, демократическое полностью, какое было в муниципе Кишино в 2018 году, она попрала все, по-моему, законы, нормы и так далее. Кроме того, я вам хочу сказать, что те выборы обошлись в государственной казне почти в 14 миллионов леев. Люди лишились избранного мэра. У нас были временщики. И со всеми вытекающими из этого последствиями. Скажите мне, пожалуйста, когда будет принят закон иллюстрации в судебной системе? Когда накажут тех судей, которые проиграли дела в европейском суде по правам человека, когда их будут лишать неприкосновенности, лишать их всяких, как это делал господин Саакашвили. То есть, судьи, пойманные на взятках, допустим, к примеру, их лишали полностью. О, научных званий, стажа работы, всех наград, имущества, независимо, оно написано на бабушку, на дедушку. И их просто выбрасывали на свалку истории. Когда это будет у нас? Когда мы увидим хоть одного, вот есть там один судья, забыл его фамилию. Да, но там еще в процессе он еще судится и так далее. То есть, это, опять же, процесс времени мы будем десятилетиями ждать? Или будет проведен закон иллюстрации, чтобы такие люди, как Бердил и еще, и так далее, и так далее, вы знаете о ком. Я говорю, чтобы они больше не оставались в системе, а еще тем более человек, который такое совершил, я считаю, что это откровенное преступление против Кишинева, против граждан, против демократии, она еще получила статус доктора права. Ну как это вообще? Ну, я считаю, что Бердилова сделала преступление против демократии. Я считаю, что она за это должна... Она заслуживает работать дальше в судебной системе? Она заслуживает дальше сидеть за решеткой. Это мое личное мнение. Уже юстиция должна делать свое. Но это узурпация власти, которое это самое... Самое большое преступление в стране, это узурпация власти. Это предательство против народа. Она сделала узурпацию власти и предательство против народа. Это самое жестокое преступление, которое вообще и возможно. И получила... И получила... Это, мне кажется, просто беспредел. И я... Но вот слушайте с другой стороны. Да. Роль юстиции в государстве, это роль баланса. Баланса депутей. Баланса... Баланс... Баланс власти. Баланс власти. Баланс власти. Ну да, но есть, должно быть и юстиция, которая, если что, могла контролировать парламент, чтобы не было беспредела. Если парламент не должен иметь слишком легкого доступа и менять, что он хочет в юстиции. Это в ее диктатуре, да? Потому что если парламент активно вмешивается, то это уже диктатура. Хорошо, вы планируете принять какие-то законы? Да, мы уже планируем. Мы уже объявили... Будет иллюстрация в судебной системе? Мы планируем, я в алуаре экстерна, в судебной системе, в которой вы будете. Внешняя оценка деятельности, это что значит? Это обозначает. Приедут к нам западные эксперты какие-то или что? Приедут западные опытные эксперты, которые независимо будут смотреть по результатам. Это будет анонимно? Никто не будет знать, кто это или что? Нет, нет, нет. Все открыто будет, это транспарентно, да? Все будет транспарентно, конечно. Они приедут в Молдову. Но сейчас закон еще на стадии консультаций. Консультация должна быть на этих днях. Можете посмотреть. Консультации с кем? Министр Серджа Литвиненко организовывает эти консультации. А, общественные? Общественные, да. И уже механизм там будет обсужден, но извне придут, посмотрят на дело. Например, проиграли в Чедо. Почему? Появилась у них дача на миллион евро. Откуда? И потом... Родители помогают. Да. И потом... Порш за 500 евро. Да. И этот процесс займет время. И этот процесс должен занимать время. Потому что не должна каждая новая власть менять всех жудикатур, когда им не нравится. Поэтому процесс будет длиться. И это нормально, что процесс длится. Но результаты, которые будут, они уже будут навсегда. Потому что после этого, когда один раз подстроил хорошую юстицию, то ее уже не разрубят. Планируется ли в Республике Молдова введение института присяжных? Журации. Я не слышал про такую инициативу. Я вам подаю хорошую идею. Мы сможем побороть с помощью такого механизма, побороть коррупцию в юстиции. Это дополнительно. Интересная идея. Нужно ее обсудить с... Запишите. Да, и если вам будет интересно, то обсудите ее. Женя, поскольку вы уже затронули процесс прокуратуры, там вообще поле непаханное. Все мы знаем, что прокуратура в Республике Молдова превратилась в государство в государстве. Что там все кланы, которые занимаются... Знаете, даже есть одно время был тот анекдот. По-моему, он заимствован в Российской Федерации. Встречаются двое мужчины. Говорит, я открыл одно дело. Говорит, и думаю, очень классно заработаешь. Он говорит, какое дело? Говорит, продажа чего-то, покупка, ты будешь недвижимость заниматься. Он говорит, нет, я прокурор. Я открою одно дело и очень неплохо заработаю. Вот этим занимались не все. Я не могу сказать, что все. Конечно. В прокурорской среде есть достаточное количество порядочных людей, которые, скажем откровенно, были вынуждены увольняться, уходить оттуда под давлением, политическим давлением, внутренним давлением, внутренних кланов и так далее. Но в большинстве своем мы знаем, что прокуратура это самая гнилая организация, которая заставляла судей принимать определенные решения, сотрудничала с властью. Как сказал господин Дьяков, если ты в хороших отношениях с властью, то с тобой все в порядке. Но как только ты переходишь красной линии или не уступаешь власти, прокуратура открывает перед тобой двери 13-го следственного изолятора. Что намеревается и кто намеревается сделать по вопросу реформы прокуратуры, чтобы прокуратура не занималась зарабатыванием денег, фабрикацией уголовных дел, политикой, чтобы не занималась, не служила политическому классу, не в зависимости от того, кто приходит к власти, а занималась своей непосредственной институциональной обязанностью быть государевым оком и следить за исполнением действующего законодательства. Чтобы они прекратили брать взятки, чтобы они не участвовали ни в каких схемах и так далее. Вы знаете о чем я говорю. И здесь можно говорить часами и давать конкретные примеры. Люди находятся в бегах. Мне пишут десятки людей, на которых прокуратура сфабриковала уголовные дела по каким-то немыслимым вообще мотивациям, по непонятно каким вопросам. То есть из воздуха высосаны какие-то, из пальца высосаны из воздуха взятые показания, подкупленные свидетели и так далее, и так далее. И конечная цель всех этих дел наварится в прямом смысле этого слова. Когда мы уже увидим какой-то закон, который опять же проведет иллюстрацию в среде прокуратуры и положит конец этому беспределу, который там творился долгие-долгие годы. И который усилил, как я понимаю, господин Плохотнюк, дав прокуратуре полный зеленый свет на любые действия. Он даже, видите, даже свой офис поставил за прокуратурой, как бы показав, что вот кто меня защищает. Что мы ждем и какие это будут реформы, что это будет. Да, проблема в прокуратуре была, вот как вы говорили, что есть хорошие прокуроры, но когда они в такой среде, где все токсичны и очень сложно правильно работать, сложно проводить какие-то реальные дела, важные прокурорам, даже если у них хорошие намерения. Первый сейчас шаг, как я считаю, это начать с головы. Потому что... Вы уже начали. Ну, пока что неизвестно. Если государство вмешивается в такие, это уже проблема. Поэтому, если бы это были, если бы государство решило арестовать какого-то прокурора... Государство это кто, парламент или президент? Парламент, правительство, президент, кто бы это ни был. Если кто бы это ни был, по своему решению арестовал прокурора, это большие проблемы. Поэтому, это не так. Ни ПАС, ни правительство, ни президент, никто не имеет ничего с того, что произошло. Ничего общего с арестом генерального прокурора вы не имеете? Ну, мы не должны иметь. Государство не должно иметь такой власти, чтобы арестовывать людей. Сейчас... Кто же приказал арестовать господина Стея Норова? Ну, его... Вначале были обвинения в его адрес. Потом прокуроры решили... Высший совет прокурора? Высший совет прокурора. А до этого они не знали ничего? Ну, это уже... У них нужно спросить. Я знаю, что мы, как государство, для нас должно быть в приоритете иметь хорошо построенные институты. И институты... Если правительство сможет войти в прокуратуру, когда они хотят, и делать там, что хотят, это не хорошие институты. Это значит, что следующий, кто придет из власти, поменяет всех прокуроров. То же самое. Да, и арестует все прошлое. Мне кажется, что господин Стея Норова вел себя довольно-таки по-хамски, я себе позволю так сказать, когда он не приходил на заседание. Это вообще выглядело, и говорил, что я не обязан, я не хочу, я не приду, и так далее, и так далее, и не отвечал на запросы. То есть, государство создало какого-то монстра просто, вот есть государство, есть прокуратура, которая никому не подчиняется. То есть, как вы как говорите? Да, вот сейчас, вот один важный законопроект, который мы сейчас, мы начали делать, и сейчас мы еще работаем. До сих пор в Конституции было написано, что генеральный прокурор может быть избран, не избран, а демис. А, отправлен в отставку. Отправлен в отставку консилию прокуроров. Советом прокуроров, да. Но, а, и там в Конституции написано по хорошим причинам. Если причины серьезные, то можно его отставить. Но, не было никакого закона, который бы регламентировал, как это делать. В Конституции было, а механизма нигде не было. Сейчас мы с этим законом создали механизм. Разработали его, утвердили. Разработали механизм, утвердили. Что, если, что, тот же институт, который есть в Конституции, Совет прокуроров, может сделать специальную комиссию. Инициировать создание комиссии, да. Комиссия проверяет прокурора. По оценке деятельности генерального прокурора. И потом они тоже могут решить, если, если отставить его или нет. Да, это же не из одной системы. Да, но, а по-другому нельзя им сделать независимость. Если, то есть, они тогда попадают в зависимость от кого-то, от власти? Да, нельзя делать так, чтобы это не из-за их системы. Потому что, если это извне делать, то потом прокуратура уже будет суждаться правительством. Да, но и слишком много независимости давать нельзя. И слишком много. Должна быть и доля ответственности. Хорошо, Женя, а как будет проводиться, то есть, посредством этого, нормы этого закона будут распространяться на всех прокуроров? Будет проведена оценка деятельности всех прокуроров? Значит, по легислации, по закону, который есть сейчас, можно провести проверку обычных прокуроров. И сейчас не было до сих пор возможности проверить работу главного прокурора. Мы сейчас добавили и возможность для главного прокурора. Но обычных прокуроров есть такая возможность. Почему она не проводится? Это нужно спросить совет прокуроров. Я не могу за ним говорить. Нужно их спросить. А вы этот вопрос вообще как-то держите под контролем, то есть мы дождемся каких-то реформ в этом деле? Я понимаю, что вы не имеете права вмешиваться, но вы законодатели, выше вас-то никого нет, вам народ дал всю полноту власти, у вас все есть для этого. Я думаю, что вам надо как-то решать вопрос с этим. Я согласен, и вопросы решаются, мы над этим работаем, но это не произойдет быстро. Одномоментно, нужно время. Вы советуете с какими-то западными экспертами, венецианская комиссия? Венецианская комиссия, мы постоянно находимся с ними в диалоге, они дают свои рекомендации по нашим проектам реформы юстиции. И они даже были недавно в визите, дали некоторые рекомендации, но в принципе они смотрят реформы в юстиции как важные, потому что... Видно было у нас, что происходит в юстиции. Хорошо. Жень, по поводу, один из самых больных вопросов, с чего все начинается, все проблемы в стране, это министерство образования. Катастрофа в школах. Я был около двух-трех недель назад в Дроки, в одном селе, там большая русско-румынская школа. Там была встреча с одним политиком из Кишинева. И был еще один бывший преподаватель политеха, который выступил и упрекнул преподавателя этой школы в том, что они выпускают бездарных учеников. Он сказал, что он промучился в политехе с новыми абитуриентами и сказал, что это катастрофа. Уровень знания вчерашних учеников настолько низок, что создается впечатление, что в высшие учебные заведения приходят полудебилы. Это вот я вам передаю слово в слово. Ожидается ли у нас вмешательство государства в образовательный процесс? Кроме того, на качество этого процесса очень негативное воздействие имеют коррупционные составляющие. Ученик не успевает, любимый и любящий его родители приходят, дают взятки преподавателям, они дописывают ему красивые оценки. Про вузы я уже вам рассказывать не буду, вы сами знаете, каждый экзамен это определенная стоимость. Староста группы собирает зачетки, собирает денежки и мы получаем соответствующих врачей, инженеров, специалистов и так далее. То есть вопрос образования, качества образования это поднятие уровня образования самих педагогов, увеличение заработной платы и борьба с коррупцией. Что планируется со стороны ПАС? В этом плане вы сказали образование это ваше... Да, мы сейчас работаем вот именно над всеми, все что вы сказали, мы над этим работаем. Сейчас в школах есть несколько проблем в школах. Одна из проблем... То, чему мы учим молодое поколение, мы здесь можем иметь разные мнения, но пока что, какое бы образование у нас не было в Молдове, ученики молдавские, они на международном уровне доказывают, что они компетентны, что они конкурентоспособны. И в образовании есть проблемы, но, по моему мнению, самые большие проблемы сейчас на уровне университетов. На уровне университетов наша образовательная система обучает студентов материал, который был релевантен 30-40 лет назад, который давно уже не релевантен. Здесь мы работаем над глубокой... Так у нас кадр, посмотрите, учителя, которым по 60-70 лет. Да, здесь мы работаем над двумя важными направлениями. Во-первых, будет большая реформа в куррикулуме для университетов. То, чем мы будем обучать студентов, мы вначале будем консультировать с компаниями, частными компаниями, которые будут нам говорить, что они ищут от будущих... Их запросы. Да, и потом мы улучшим куррикулум, который сейчас есть в университете. То есть уровень образования будет отвечать запросам экономических бизнеса. Потом образователи и учителя, это тоже важный вопрос, мы должны, для нас приоритет и поднять зарплаты учителей, обязательно, но и создать специальный институт, который будет заниматься только образованием учителей. Для нас приоритет в том, что... Что за институт, Жень? То есть подготовка педагогов, куда же есть педагогический университет? Да, есть педагогический университет. Сейчас у нас есть, сейчас в разработке идея того, чтобы мы создали один институт большой и очень модерн, современный, который будет заниматься только образованием учителей. В педагогическом там есть разные факультеты, а один, который будет заниматься... Повышение квалификации? Да, повышение квалификации, потому что работа и профессия учителя должна снова стать... Престижной. Престижной. Потому что, для моего личного мнения, что учителя и врачи, это две самые важные категории, которые есть в стране. Совершенно с вами согласен. Да, и здесь мы должны огромное внимание уделить, и мы работаем над... Как скоро это будет? Ну, сейчас мы работаем уже в ближайшие месяцы, вы уже начнете слышать про реформу в домене университетов. Высшее образование. Высшее образование уже скоро будете слышать. Это все будет синхронно идти с поднятием заработных плат и борьбой с коррупцией? Сарабантные платы тоже сейчас в разработке бюджет на следующие годы, это 2022. Пока что еще в разработке я... Детали не могу сейчас скрыть. Детали не очень могу. И все... Но в скорое время появится информация по этому поводу. По коррупции, борьба с коррупцией, это тоже для нас приоритет сейчас. Не очень транспарентно, как работают всякие частные сборы денег без бонды, платы, без чека, без аккаунтов в банке. Не транспарентно это все происходит. И борьба с коррупцией тоже для нас приоритет. Приоритет и коррупция ни в школе, ни в университетах, ни в каком отрасли нашего государства не будет больше толерироваться. И это сложно. Никто не будет терпеть больше коррупции? Не будет терпеть. Борьба с коррупцией в школах и в университетах, она должна идти параллельно с повышением заработной платы учителя. Потому что учителя не... Коррупция, конечно, это большая проблема, с ней мы должны бороться. Но одна из причин, к сожалению, коррупции, которая есть и в образовании, и в здравоохранении, это низкие заработные платы. И чем больше мы будем повышать зарплаты учителям и врачам, тем меньше и будет коррупция, тем больше мы будем бороться с коррупцией. Ну, Жень, а ожидаются ли какие-то изменения в уголовном кодексе по ужесточению борьбы с коррупцией? В уголовном кодексе борьба с коррупцией довольно жесткая. Проблема в том... 5-6 лет тюрьмы и 5 лет запрета занимать государственные должности, это не жестко абсолютно. Ну, это, если мы... Я бы предложил, кстати, запрещать пожизненно человеку, увлеченному в коррупции, пожизненно запрет на занятие государственных должностей. Ну, это... Жень, вот возьмем определенный момент, да? Сколько бы ни проводилось белых ночей, сколько бы ни повышался штраф за вождение автомобиля в пьяном виде, вы видите, что ничего не действует? Но, по статистике, все-таки действует. Смертей на дорогах все меньше и меньше. Так, может быть, как-то сделать уже конкретный какой-то рывок? Вот, допустим, есть предложение пожизненное лишение прав и конфискация автомобильного средства. Вне зависимости от того, кому оно принадлежит. Мне кажется, что это достигло такого уровня, где уже пора вести какие-то такие, ну, более чем экстраординарные меры. Ну, конечно... Есть такие мнения? Ну, и это одно из мнений. Я по этому поводу не сформировал с какого-то собственного мнения, потому что, с одной стороны, в любом наказании мы можем сказать, что мы можем идти еще более жестко наказывать. И проблемы, я считаю, в таких, как превышение скорости, в проблемах на дороге... Это же потенциальные убийцы. Их нужно приравнять к убийцам в уголовном кодексе и относиться к ним так же строго, как и к убийцам. Проблема... Я думаю, что проблема не в таком, какое наказание. А в чем? Проблема в том, что они превышают скорость, например, или берут взятки, не потому что они думают, что вот такое наказание, оно маленькое. Не поэтому. А потому что они думают, что они не будут наказаны. Какое бы наказание мы ни поставили, если они думают, что они будут безнаказаны, они будут нарушать закон. Такой выход тогда? Выход в том, чтобы люди были уверены, что если они нарушат закон, они будут за это наказаны. Это и о приворе как бы известно, но повысите штраф до 50 тысяч, скажем так, фантастику, штраф за вождение за рулем 50 тысяч евро. Ну, он договорится с полицейским, с сотрудниками Министерства внутренних дел, которые тоже по звонкам и по рассказам наших телезрителей до сих пор продолжают сидеть в кустах, продолжают вымогать взятки полицейские и так далее, и так далее. То есть, ничего не меняется ведь. Проблема в том, что как только, например, люди будут... Потому что у нас, знаете, что происходило? Были, например, рейды в университетах, приходили ЧНА, кого-то они... Как рыбалка на Дискавере, поймали, показали, отпустили. Да, поймали, показали, вот и мы. А проблема в том, что этот институт, ЧНА, он был не функциональный. Импатентный. Он никаких результатов, ни одного нормального результата они не сделали за все их существует. Так, расформировать и создать новые подразделения, нет? Мы должны реформировать его. Центр по борьбе с коррупцией. Планируется такое? Планируется. Что это будет за монстр? Это не будет монстр. У них, все инструменты у них есть. У них отсутствует желание. Желание... Уже желание есть брать взятки. Вот какое у них хорошее желание. Я не говорю опять же не все. Я думаю, что... Но это ни для кого не секрет. Вы же сами сказали. Поймали, показали, отпустили. Да, но поэтому ЧНА... Не за бесплатно же отпустили, понимаете? ЧНА, для нас, мы работаем на то, чтобы реформировать ЧНА. Чтобы ЧНА производил реальные результаты. Но это начнется с ЧНА. Сейчас и это все в работе. И это в работе, и сейчас и консультируется. И мы работаем над этим. Но как только ЧНА начнет работать, они будут бороться и с коррупцией, например, в образовании, и с коррупцией в... Везде, во всех сферах. Но как только люди узнают, что ЧНА начали работать, как только пару точечных мест будут люди реально наказаны за их преступления, все остальные поймут, что все. И будут работать в рамках законов. И будут работать в рамках законов. А те, кто не захотят? А те, кто не захотят, уже тоже встретятся с ЧНА. Хорошо. Жень, есть огромная катастрофа по организациями с микрофинансированием. Насколько я знаю, сейчас было заменено руководство Национальной комиссии по финансовому рынку. Выдаются кредиты под сумасшедшие проценты. Вот я вам расскажу со своего примера. Звонят мне из... у меня хорошая кредитная история. Звонят мне из одной кредитной организации. Два случая даже расскажу. Значит, здравствуйте, здравствуйте, так и так, у нас сейчас это вот, промоция, там, оферта, туда-сюда. Я говорю, сколько вы можете денег дать, сколько вам надо? Я говорю, ну, к примеру, тысяч тридцать. А на какое время? Я говорю, на 12 месяцев. Сейчас я вам посчитаю. Вы должны будете вернуть 64 тысячи, там, это вот. Я, вы знаете, не буду говорить по-русски, скажу по-другому, ошалел от этих процентов, но люди берут такие деньги. А потом прыгают с балконов, вешаются, остаются без квартир, остаются на улице целыми семьями. Что, почему вы не примете такие законодательные акты, которые бы позволяли банкам давать людям кредит на таких же условиях, как и организации по микрофинансированию. То есть, по паспорту, но не давать под такие проценты, чтобы люди могли. Вы понимаете, что был искусственно создан теневой рынок денег. И на этом зарабатывают не только непорядочные люди из организации по микрофинансированию, но еще и непорядочные судебные приставы, или как они называют, судебные исполнители. Там вообще катастрофа. Предыдущие власти разрешили создание института частных судебных приставов, что я считаю, что это вообще не вполне нормально для нашего необразованного общества. И что планируется сделать в этом плане? Как будут решаться вопросы? Будут ли реформированы или закрыты эти организации по микрофинансированию? Будет ли создан, извинено законодательство, чтобы банки могли выдавать такие, ну пусть чуть больший процент, но не под 100% годовых, не под 350%. Люди разоряются. Я знаю, что у человека, у меня, допустим, есть знакомый, он взял оттуда, не смог отдать. Пошел, взял другой кредит. Этот ком растет, потом люди вынуждены бросать свои семьи, уезжать за границу. Благо, что хватило ума кому-то через Конституционный суд провести разрешение, чтобы не запрещали выезд за границу, потому что мы бы имели еще большое количество самоубийцев. Самоубийств и самоубийцев. Это просто катастрофа. Что планируется в этом плане? Да, сейчас мы, сейчас три важных вещи. Да, да, это вот то, что отбирают квартиры по инициативе Майя Санду мы уже прогрессовали. Это инициатива импотентная, не только в зимний период. Ну, это первый шаг, и это очень важный шаг. Но сейчас мы работаем, во-первых, в парламенте по инициативе на микрофинансирование, и беспредел, который там происходит. Мы сейчас работаем на инициативе в парламенте. Я не могу сказать точные детали, но мы работаем над этим. Дайте банкам возможность давать людям, также по паспортам, даже не имея места работы. Ведь многие получают деньги из-за границы. Да, допустим, вот у вас есть родственник, он вам помогает, материально высылает. Почему вы не можете, имея какую-то такую помощь, да, тоже попросить кредитов в банке? Да, не все же, никто никого не заставляет, никто не обязан работать на сегодняшний день. То есть это не как было в Советском Союзе, там зато не ясно судили. Так, если человек в состоянии, сделайте ему небольшую сумму, там, первый кредит, допустим, маленький, то потом чуть больше, чуть больше. Если у него кредитная история нормальная. Но не так обдирать людей до того, что они потом вынуждены вешаться и кидаться с мостов и с балконов. Да, проблема у нас была в Ченепефе, которые ничего не сделали за все. А зарплаты какие они получили? И они еще подали в суд на парламент, чтобы восстановиться на этих должностях? Да, да, они ничего не делали, потом подали в суд, хотят быть восстановлены. Ну, уже посмотрим, что они сделали. А не легче было эту комиссию ликвидировать и создать новую организацию? Ну, это, тут есть и проблемы с таким вариантом. Чего парламент решил ликвидировать и все, и создать новую? Вы бы не имели этих судебных тяжб? Есть проблемы с таким подходом, да. Все-таки большое количество, ну да. Да, это часто. Сейчас мы проколосовали за двух членов Ченепефе. Национальной комиссии по финансовому рынку, да? По финансовому рынку. Мне кажется, нам нужен еще один человек, чтобы они уже стали функциональными. Мы сейчас работаем, чтобы найти этого человека. Но те два члена, которые уже есть, они хорошие профессионалы. И они, с их CV, я уверен, что сейчас, очень скоро, у них будет большая инициатива по этому поводу. Потому что они... Выйдут на парламент с предложением внесения изменений в действующие законодательства. Да, потому что они работают с этим рынком. И поэтому они знают лучше всего, как именно с инициативами подойти. Поэтому мы ждем от них инициатив и, конечно, будем приветствовать эти инициативы. Жень, а по поводу судебных приставов. Там надо тоже провести и чистку, и реформу, и, возможно, изучить вопрос возвращения этого органа в руки государства. Потому что там творится беспредел страшный. Да, это... Из-за всего этого, что мы сегодня перечислили до сих пор, люди покидают страну, уезжают в страну. Ликван Ют сказал, что если неправильно руководить государством, то все умные люди оттуда уедут. Но у нас уже стали уезжать даже не умные, потому что находиться здесь просто невозможно. Когда тебя, с одной стороны, прессует прокуратура, с другой стороны, ты влачишь нищенское существование, зарплаты маленькие, коммунальные услуги огромные. Вы понимаете, что... У нас появилось, если я не ошибаюсь, министерство по цифровизации, да? Да. Руководитель этого министерства имеет ранг вице-премьера. С чем оно будет заниматься и каких результатов оно достигло за эти три месяца? Есть какая-то информация по этому поводу? Да, сейчас... Ну, это министерство будет работать тем, что услуги государственные будут намного более доступными гражданам. Проблема, что сейчас за обычный документ ты должен ехать физически до Кишинева, например, и сидеть в очереди. Когда это все можно... Записываться сначала. Записываться, потом платить сумасшедшие деньги за автобус. С учетом стоимости топлива, то вообще я боюсь, что скоро эти автобусы будут все золотые. И любой документ, его стоимость будет вырастать... Да. И главный приоритет министерства по диджитализации, это что такого больше не было. Чтобы сервисы все были доступными. То есть, в России, заходишь с телефона, заказываешь себе что-то... Да, заходят с телефона, из компьютера есть личный документ, есть личный кабинет. Зачем бумажки всякие нужно подписывать рукой, если есть темнатура диджитала, которая... Ну, вот, Женя, насчет темнатура диджитала. У нас только, по-моему... Да, государственный оператор, кстати, мол, телеком, государственный мобильный оператор не имеет такой функции. Это очень странно. Невозможно заказать. То есть, надо пойти, заключить контракт с другим оператором. И, то есть, надо вторую карточку покупать, чтобы, если, допустим, я являюсь абонентом государственного мобильного оператора, не получается. Надо брать туда. Это тоже, мне кажется, упущение. Это первое. Второе. Даже при наличии цифровой подписи наши судебные инстанции не обращают внимания на переписку на электронной почте. Очень много примеров того, что люди посылают подписанный цифровой подписью документ. Судебные инстанции не обращают на это внимания. Пользуясь этим недочетом, аннулируют судебные заседания, принимают решения в отсутствии людей. Несмотря на то, что на почту пришло предупреждение. Допустим, я не смогу по объективным причинам явиться. Или прошу перенести на другой. И так далее, и так далее. Есть и такая проблема. Это не работает, к сожалению. Да. И это пока что не работает. Но мы идем в этом направлении. Вот недавно мы проголосовали в парламенте пакет изменений где-то в 40 законов. Ого! Да, мы в очень многих услугах добавили возможность использовать электронную подпись. И мы пойдем и дальше. Вот сейчас вы можете, могли видеть, была инициатива Дмитрия Алайба, что проект Страс, чтобы ты это мог иметь, он онлайн себе взять. Без того, чтобы идти в физки. Да, заплатил карточкой. Да. И мы сейчас работаем в этом направлении. Это один из больших приоритетов. И чем дальше мы будем идти, тем более доступной будет цифровизация. Но ничего изобретать не надо. Все это и есть в Грузии. Вы знаете, как в Грузии сделал господин Саакашвили. Там это настолько прозрачно все легко. Да и в той же России, которую большинство из нас считают отсталой в плане цифровизации. Там все очень легко в этом плане. Это очень. Почему не использовать этот опыт, а не придумывать велосипед снова? Нет, нет. Над этим работой. Вы очень скоро увидите большие... Очень хочется верить в это. Ой, еще один. Очень-очень серьезный вопрос. У нас существуют такие аморфные, импотентные и ненужные совершенно государственные институты, как районные исполнительные комитеты, районные советы, районные руководители, их заместители и так далее, и так далее. Эти органы, старые советские органы, которые практически не имеют в настоящий момент никакой функциональности, поедают из бюджета миллиард, миллиард с чем-то леев в год, если я не ошибаюсь. Кроме того, вы, наверное, слышали, как в разгар пандемии кто-то там в Донежанском районе, председатель купил себе автомобиль за 600 тысяч леев и так далее, и так далее. Эти застраты не нужны. Когда мы дождемся, когда будет проведена административная реформа, когда будут ликвидированы эти 32 района, и мы получим уже новые, то ли это три зоны, север-юг и север-центр-юг, либо это будут уезды, или как это? Что насчет этого вы знаете? Я знаю, что административная реформа – это важный, это очень важный субъект дискуссии. Пока что я вам не могу, если честно, ничего сказать конкретного по этому вопросу, потому что процесс работы здесь долгий. Это уже все было. У нас уже все это было. У нас были уезды, которые отменил Владимир Николаевич Воронин в угоду политическим мотивам, если вы знаете, когда это было. Ну, нет, сейчас над этим работаю, но пока что я ничего не могу вам сказать. Не готов сказать. Ну, на будущее. Спасибо, возьмите на заметку. Так, вроде бы, вроде бы мы прошлись по всем вопросам, которые я… А, Жень, есть такой документ, который был принят в 2019 году, декларация о схваченном государстве. Вы собираетесь его взять с полочки и как-то воспользоваться им в определенных целях? По борьбе говорят, что здесь сидят люди Плохотнюка, Додона и так далее. То есть, оно не потеряло своей актуальности. Собирается ПАС руководствоваться этим документом и что-то менять. Там, допустим, Координационный совет по радио-телевидению. Опять у нас был скандал, что вы хотите его починить себе и так далее. Там же и с прокурорами и так далее. То есть, этот документ еще имеет какую-то силу? Можно ли воспользоваться для очистки органов власти от… Документ по захваченному государству? Как и тогда, так и сейчас, это имел и имеет политический больше характер. Легально это не дает каких-то дополнительных полномочий органам власти делать какие-то супер-экстра вещи. Например, если мы сейчас из какого-то государственного органа уволим человека просто потому, что он, например, когда-то работал с Плохотнюком или часть беззаховочного государства, этот человек подаст в суд, его восстановят и зарплату ему отдаст. Потому что есть закон, который очень прописывает, кто и как работает и по каким причинам одного или другого можно отстранить от работы. Сейчас мы один за другим очищаем, шаг за шагом очищаем разные институты. Вот так же и кусили аудиовизуалы. Этот институт, который просто дискредитовал все, что обозначает аудиовизуал в Молдове. И этот процесс займет время, этот процесс будет долгий, потому что есть разные люди в институтах. Некоторые из них служили интересам политикам и были коррумпированы. Некоторые из них хорошие и они должны продолжать дальше работать. Опять надо производить оценку их деятельности. Мы должны посмотреть, как ты работал, откуда, например, ты разбогател, если работал, например, на государство. Мы всех должны оценить по их результатам и после этого один за один все институты очистить. Но это для нас одна из главных приоритетных задач. Жень, вопрос такой. Как долго генпрокуратурой будет руководить временно исполняющие обязанности? Когда будет назначен новый генеральный прокурор? Кто занимается этим, кто решает, чьи компетенции этот вопрос? Чтобы мы знали, что у нас есть неподкупный, самый лучший, самый хороший в мире прокурор, который будет решить все вопросы с генеральной прокуратурой уже по новому законодательству, которое будет принято и так далее. Генеральный прокурор пока что остается генеральным прокурором. Газмин Саиногл? Газмин Саиногл сейчас он генеральный прокурор. Он не в исполнении, потому что его отстранили, потому что по его имени сейчас идет уголовное дело. Он будет отстранен и будет исполняющий обязанности в то время, сколько будет это следствие. Да. Следствие пока что, я помню, было судебное заседание, и следствие продлили еще на 30 дней. Да. Поэтому ждем, если прокурор, который занимается делом Саиногл, если он предоставит дополнительные улики, либо подаст уже дело в суд, чтобы суд разбирался, либо попросит продлить этот период. Но пока что мы ждем ответа от прокурора, который занимается. И это надо будет подождать, пока господин Саиногл не дойдет до Европейского суда по правам человека? Процедура довольно сложная. Я не думаю, что это, если прокурор, если в первой инстанции удастся доказать, то после этого не должно быть очень много времени. Возможно, все зависит и от прокурора, какие улики будут, и от судебной системы. Давайте представим себе на минуточку, что было доказано, и первая инстанция осудила генерального прокурора за определенную халатность, допустим, да, за то-то-то, я понятия не имею, за что, в чем его там обвиняют и за что его осудят. Что с этого момента все, он перестает быть генеральным прокурором. И у вас открывается зеленый свет идет для назначения нового генерального прокурора. Если он будет отстранен в последней инстанции, в последней все-таки, в последней инстанции, да. В общем, это долго и нужно будет еще. Да, если он будет отстранен, то тогда уже должен произойти конкурс на назначение нового... Опять конкурс. Ну, такая у нас, такой закон. Ну, вы видели, что тот конкурс, его конституционный суд объявил его незаконным, но генеральный прокурор был назначен законно. Да. И опять мы будем иметь такой же прецедент. Надеемся, что мы поможем вздоху, да? Нет, но на этот раз мы сделаем все, что можем, все, что в нашей компетенции, чтобы конкурс был легитимным, чтобы прокурор новый, генеральный реально боролся с коррупцией, потому что этого хотят граждане. Граждане хотят нормального генерального. Вы были вели власти, вам дали мандат на борьбу с коррупцией. Женя, открою вопрос, открою вам маленький секрет. Люди не хотят долго ждать. Просят вас, пожалуйста, поторопитесь. Вот то заявление господина Гросу, где он сказал, что мы бы работали 2 и 3 дня в неделю, но нет законодательных инициатив. Ну, Женя, это смешно. В стране бардак во всех сферах и нет законодательных инициатив, это говорит о том, что вы не работаете? Нет, ну... Или вы медленно работаете? Нет, мы работаем. Процессы занимают время. К сожалению, они занимают время. И мы работаем как мы можем, как быстро можем. Например, мы летом не брали каникулы, мы сразу начали работать и работаем сейчас... В комиссиях, видимо. Да, в комиссиях, над разными инициативами. Каждый имеет свой домен, в котором он работает. И сейчас для нас мы делаем все, что можем. Процессы занимают время. Из всей сегодняшней дискуссии я понял, что ничего из поля зрения ПАС не выпало. Не выпало. Вы то, что обещали в ходе избирательной кампании, постарайтесь выполнить на 100%, или даже обязательно, как вы говорите. И просите у народа дать вам время для того, чтобы заняться этим. Окей, это как бы основное. Теперь, Жень, я хочу вам рассказать один вопиющий случай, который произошел в пятницу. А, здесь у нас еще вопросы наших сограждан. Значит, две секундочки, и потом мы перейдем, чтобы вас долго не мучить, потому что у вас телевизионного опыта нет много. Так, 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 так. Значит, Татьяна Горяева из Кишинева. Рустам, здравствуйте. Вот перечень вопросов для сегодняшней передачи членов партии ПАС. Так, про газ мы не будем обсуждать. Я не хочу этот вопрос обсуждать. Есть, кто в правительстве этим занимается. Это не в компетенции, Жени, по газу. Правильно ли я понимаю, что... Так, 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 сейчас, секундочку. Вот здесь один интересный вопрос. Считает ли ваш гость, что при катастрофическом демографическом положении в стране демография, с демографией у нас проблема, рождаемость низкая, обток населения и так далее. Всяческое рекламирование и одобрение ЛГБТ является преступлением перед народом Молдовы. ПАС занимается... Что такое реклама ЛГБТ? Ну вот, видимо, если я правильно понял, то, скорее всего, это принятие Стамбульской конвенции. Давайте я вам так скажу. Во-первых, такое понятие, как реклама ЛГБТ, это такое не существует, такого понятия, в моем мнении. Потому что, если, например, я вам скажу, вот, давайте, будьте геем, это вас не сделает геем. Потому что, если я вам это скажу, что что, вы возьмете и за одну секунду изменитесь? Ты можешь рекламировать носки. Но такое рекламировать невозможно. Это во-первых. Во-вторых, демографический кризис в Молдове происходит, потому что люди уезжают. Это наша главная проблема. Наша главная проблема – это бедность и юстиция. Если люди не будут уезжать, то кризис демографический не будет. Это во-вторых. А в-третьих, конвенция называется конвенция против насилия, против женщин. Главная цель этой конвенции, чтобы не было домашнего насилия против женщин и девочек. И если вы прочитаете текст конвенции, вы там нигде не найдете рекламы, ЛГБТ. Почему некоторые страны вышли из этой конвенции? Ну, какие страны? Турция, по-моему, одна из первых. Турция, давайте посмотрим, что еще сделали Турции. Они взяли пять учителей из Молдовы, которые были отличными учителями, которые некоторые лучшие поколения учеников воспитали в лучшей школе Молдовы. И их просто взяли, потому что они не были согласенными с нынешней властью, например. Поэтому я не знаю, если Турция для нас пример подражания как государство. И нужно спросить у них, почему они вышли из конвенции. Вы, если откроете конвенцию и мне прочитаете хоть одно слово, где там говорится про одобрение ЛГБТ, можно поговорить, но весь текст конвенции направлен против насилия над женщинами, которая реальная проблема в нашем обществе. Окей. Евгений, вы ездите на троллейбусе? Да. Ясно. Второй вопрос. Как дошло до того, что господин Максиан занимается преподаванием будущим полицейским в полицейской академии? Я знаю, что он был в полиции, потом подал отставку. Это я не знаю, я не уверен. Вот сейчас его взяли в академию. Сейчас он преподает в академию. Так, как говорит наш телезритель. Я должен это проверить. Я проверю и потом расскажу. Ну, видимо, он имеет в виду, что он не совсем соответствует этому статусу. Да, мы можем проверить. Я сейчас не могу. Когда, наконец-то, будут изменены поправки по инвалидности? Посредний раз в 2018 году поправки очень жестокие. Вы в курсе этого? Я знаю, что сейчас мой коллега Дан Перчон, который занимается комиссией ценностатии здравоохранения в парламенте, он работает сейчас над... И мои коллеги с образовательной комиссией. Мы работаем над разными проектами для людей и для инвалидов. И для детей, которые допуск повысить к образованию для детей и инвалидов. Поэтому над этим мы работаем. Вы обещали всем без исключения пенсию в 2000 лев. К сожалению, этого не произошло. Почему одним пенсии повысили, а другим нет? Вы обещали действительно всем? Я могу показать фотографии и выступления госпожи Санду, где она обещала, что всем без исключения. Я всю компанию проехал с компанией, я ходил с дверью на дверь. От двери к двери, от дома к двери, да. Это лучшая компания, которая может сделать. Я слышал, чаще всего я от разных бабушек слышал такое. Вот слушайте, я проработала 40 лет, я была учителем всю свою жизнь. Я проработала, и мне вы сделаете пенсию в 2000. И вот там есть человек, который поработал поменьше, который не имеет больного стажа, и вы ему тоже в 2000. И такие люди говорили, что они честны. И после того, как мы это много-много-много раз слышали от людей, что несправедливо так, неправильно так, было принято решение повысить пенсию в тем, у которых есть стаж. Но в дальнейшем пенсии будут подниматься всем. И тем, у которого нет полного стажа, и тем, кто есть полный стаж, и тем, кто пенсия сейчас меньше 2000, и тем, кто больше. Пенсия будет повышаться всем. И уже и так повышение до 2000 лет, это было самое большое повышение пенсии со всей историей Молдов. Я знаю. Да, но и дальше будет еще больше повышение пенсии. То есть этот вопрос не оставлен как решенный. Пенсия будет расти. Пенсия будет расти. Просто я, честно, для меня был первым большим разочарованием, что Майя Григорьевна обещала снести забор вокруг президентуры. Она в свою избирательную кампанию этого обещала, и сказала, что первое, что она сделает. И это первое она не сделала. Хочется пить. Да, и так же с пенсиями, Женя. Я ни к вам претензий не имею, это обещание президента. Так же с пенсиями. Может быть стоило тем людям, которые имели больший стаж, дать на 200-300 леев больше. А всем остальным все-таки выполнить обещание, это превращается в популизм. Ну, президент обещал, что она повысит пенсии. И пенсии были, ну, скажу так, мы обещали, что повысим пенсии. Были выборы 11 июля, и 1 октября уже пенсии поднялись за 2000 лет. Тем, с полным стажем. Такой короткий период, настолько большое повышение пенсии, это для меня кажется, что это огромный результат и президента Майя Санду, и партии ПАС. Потому что это не так легко сделать такие большие повышения с нашим бюджетом. То, что с полным стажем, не с полным стажем, здесь, вот как вы и сказали, что невозможно сделать так, чтобы все люди были счастливы. Если бы мы повысили, например, бы всем, некоторые бы критиковали, что те, которые работали меньше, получают столько же. Все равно для нас сейчас приоритет, чтобы всем, у всех пенсии были больше. Повышение пенсии до 2000 лет, это только первый шаг. В дальнейшем нас ждут повышение пенсии, повышение зарплат. Так что, сейчас остается... Хорошо, хорошо. Хорошо, Женя, я вас услышал. Из заборов. Ну, забор это не вы, это Майя Григорьевна. Это ее было обещание. Проблема, что там не была транспарентная эта покупка. Понятно. Невозможно даже было отследить документы, сколько вы, откуда вы взяли, где по документам. Все было не транспарентно. Сейчас, я считаю, что его и снимут. Как только все здесь делает, там порядок в... Все демонтируют все-таки. Ну, мое личное мнение, что должны демонтировать. Но, и здесь еще появляется, что сейчас в Молдове огромные проблемы. И у нас проблема была из 2020 с ковидом, и огромный кризис, и проблемы. Не главное это приоритет для нас сейчас. Она обещала, она обещала это сделать, президент, и она должна была сдержать свое обещание. Вот так получилось, видите, с забором, потом с пенсиями и так далее, и так далее. Это не к вам. Но и то, чтобы... И еще есть один нюанс. Чтобы снять забор, потратится денег столько же, сколько стоило его поставить. И сейчас деньги, вместо того, чтобы инвестировать куда-то, где эти деньги, в те же пенсии, будем снимать. Я думаю, что есть очень легкий выход, который государству не будет стоить ни копейки. По крайней мере, на демонтаж. Попросить прийти людей и помочь его спилить. Поверьте мне, желающих будет более чем предостаточно. Значит, последний вопрос. И это к вам, это вам, как депутату, считайте, это моя просьба, как к народному избраннику. Значит, сейчас я покажу одного человека. Может быть, я поступаю не совсем правильно, но давайте я вам покажу одного человека. Так. Значит, в Каларашском районе проживает семья многодетная, прямо в самом Калароше. Значит, там мама уехала, от безысходности уехала на работу в Евросоюз. Отец лежит дома, периодически занимается попрошайничеством. У него эпилепсия и язва. Четверо детей находятся с ними. Младшему ребенку исполнился месяц. Мне позвонили они на прошлой неделе и сказали, что им, у них нет дров, нечем топить эту съемную, этот домик, который они занимают, занимают, нечем топить. Дети замерзают, у всех уже насморок, температура и так далее, и так далее. Значит, я спросил, почему вы не обратились в Калараш, в примарию? Он сказал, мы обратились в примарию, мне сказали, у вас где прописка? В Старшинском районе обращайтесь туда. Он туда поехал, обратился, они сказали, где вы живете? В Калароше, вот обращайтесь туда. Я обратился к этому человеку. Это председатель Каларашского районного совета, господин Штефан Боря. Позвонил ему, представился, кто я. Секретарша сказала, что он занят. Я поставил номер телефона и попросил его, вот он с детишками, вот он, кульки, динсуфлет, и так далее, и так далее. Попросил его перезвонить мне, хотел ему рассказать об этом вопросе. Мне в пятницу никто не перезвонил, сегодня утром я позвонил ему снова. Секретарша, я спросил, почему мне не перезвонил, господин, представьте, я же просил вас. Она говорит, я ему все передала. Господин Штефан Боря сказал, что он отказывается общаться с журналистами. Значит, этот человек проживает в Калароше по улице Тома Чорба, 32. Там замерзают дети. Младшему ребенку всего лишь месяц от рождения. Я вас прошу, возьмите на заметку этот вопрос, позвоните, как депутат парламента, в райсовет, в премарию, решите этот вопрос. Если нужны будут данные, телефон, я вам дам. Да, дайте данные, я проверю. Вот человек, который вроде бы ходит и помогает, вот этот человек сказал, что он с журналистами общаться не желает, абсолютно не хочет. Узнав из какой он партии, я в принципе понял, почему. Ну, я проверю. Дайте мне данные, контактные. Хорошо. Я позвоню, проверю, потом уже скажу вам, что я смогу узнать. Хорошо, у меня огромная просьба заняться этим, потому что дети не должны становиться заложниками каких-то ситуаций политических. Вот они никому ничего плохого не сделали, они не виноваты, что они родились в семье, где сложно с деньгами и так далее, и так далее. Поэтому я вас очень прошу, примите это на вооружение и решите этот вопрос, как депутат парламента. У нас все поехало. В общем, в принципе, на сегодня спасибо, я хочу поблагодарить вас, что вы нашли в себе смелости и терпения провести эти полтора часа, по-моему, с нами. Да, спасибо вам большое, возьмите на заметку то, что я вам сказал, и приходите к нам еще. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всего. Дамы и господа, это был Евгений Сенкевич, депутат парламента Республики Молдова от партии ПАСС. Спасибо большое, что вы нас смотрели.